Скажите, а как реагируют иностранцы на горловое пение? Ну, конечно, для них это экзотическое пение, конечно. Для них это... Давайте он налит в мысль. Я могу сказать, что это всегда большой успех. Всегда большой успех. Большой успех и большое внимание именно оказывает на иностранных. Они всегда понимают, потому что даже я, казашка, после вашего исполнения, мне нужно время, чтобы прийти в себя. Ну, вы знаете, вот что такое горловое пение? Опять же, это же характеристика звука, тембра. Он сразу вас берет, вашу душу, в первую очередь. Именно вашу душу берет. И это уносит и от далекие-далекие времена. Понимаете? И вы тогда можете встретить своих предков. Вы их чувствуете в этот момент. Вы находитесь в этот момент с ними в контакте. Вот удивительно, Игорь, вы же понимаете, что вы сейчас пока один, да? Но, скажем так, на эстраде, вот вы же все равно, получается, стали известны благодаря эстраде. Да. Да, когда вот вас начали видеть на сцене, да, вместе с артистами нашего казахстанского шоу-бизнеса. То есть, когда начали сниматься клипы, то есть мы узнали о вас. Но вам уже тогда было сколько лет? Да, было достаточно. Ну, уже было достаточно, да? Да. Прошло, я не знаю, но лет 10 прошло, да, с тех пор. Да, да. И до сих пор никто не занял вот эту нишу, да? То есть вы единственный. Почему? Зачем я приехал в Астану? Понимаете, можно много ездить по всему миру. Вот то, что я вот все... Я могу сказать... Мне трудно называть страну, где я не был. Я был как бы везде и неоднократно. И вот скоро опять поеду. В Италию, Францию. Вот. Ну, знаете, всегда наступает какой-то период, когда ты должен... Именно я уже задумался сознательно, что я должен поделиться своими знаниями, секретами своего мастерства с молодежью. Поэтому в основном я в Астану приехал ради этого. Потому что мне очень важно именно контакт с молодежью. И я всегда им хочу сказать, слушайте правильную музыку, слушайте хорошую музыку. А какую правильную музыку? Вот порекомендуйте. Что надо слушать? Да, вот я как раз на столе у нас стоит три диска, да? Да. Мои диски, на которых... Вот, кстати, вот этот диск я помню. Я помню презентацию в Алма-Ате, в горах, в Тау-До-Стерхане. Да, да, да. Я была на презентации этого диска, да, 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 я помню. Вот. И я хочу сказать, что надо слушать музыку прежде всего. Конечно, надо слушать народную музыку. Почему? Потому что это самые истоки твои. Это истоки твоих родителей, твоих предков. Поэтому самое главное, я думаю, надо слушать национальную музыку. Очень главное. Очень важно. В то же время надо слушать, конечно, я не говорю, что не надо слушать эстраду. Более того, я сам работаю на эстраде. Я играю рок-композиции, играю джаз-композиции на этих же инструментах. Играю симфоническим оркестром, допустим, там, в Лондоне, допустим. Поэтому я хочу сказать, надо слушать и классическую музыку. Вот. Надо слушать всех коретив. Потому что эта музыка, это не просто музыка. Это музыка, которая дает именно почувствовать прекрасное. И в то же время, вот если взять эстрадную музыку, к сожалению, у нас сейчас много музыки, которые я называю мусором. Пускай на меня не обижаются многие мои коллеги, которые работают на эстраде. Ну, я так скажу, что больше это мусор. Более того, это копия. Копий. Это копия российской эстрады. Это копия западной эстрады. Ну, я думаю, уважающийся человек, он не будет копии слушать. Надо слушать оригинал всегда. Оригинал. Но, тем не менее, смотрите, народный любимец Кайрат Нуртас собирает огромные залы, стадионы по всему Казахстану. Да. Вот вы к его творчеству как-то слушаете? К его творчеству, знаете как? Я о нем узнал только, знаете, нечаянно, так скажу, когда в интернете было написано, что он хочет петь с нашим президентом. Понимаете? Я тогда подумал, а кто это такой? Я не знал его. Нет, не знал. Потому что его не знают. В моих кругах не знают, кто он такой. Но мне сказали, ты включи телевизор, и тогда ты узнаешь, кто ты. Я смотрю телевизор, народу много. Он стоит один там, под фонограммой работает. Ну, этого мне было достаточно послушать немножко. Понимаете, у него уже есть известная песня, Аурмайда, Джурек Аурмайда, да? Действительно, у него Джурек Аурмайда, у меня Джурек Аурат за музыку свою, за Родину. Хотите сказать, что он зарабатывает деньги, для него это бизнес? Это просто бизнес-машина. Ну, таких бизнес-машин очень много. Вот я верю. Каждый говорит о том, что они патриоты. Понимаете, патриотизм есть квасной, есть истинный. Вот и всего лишь. И я хочу сказать, что, понимаете, если говорить о творчестве вот этого молодого человека, я просто хочу сказать, что там... Я вначале думал, может быть, там слова какие-то особенные. Я спрашиваю у Аханов, они говорят, да нет, слов там нет. Музыки там тоже нет, потому что я сам эту музыку... Его музыка – это копии. Копии музыки российской страны. Он народный любимец. Он собирает залы. Более того, когда я зашел в университет, первая у меня была лекция, я спросил, поднимите руку, кто знает его, кто ходил на его концерты, кто его любит. Знаете, никто не поднял. Я обрадовался, думал, ну, хорошо, музыканты, они профессионалы, они знают, что такое хорошо, что такое плохо. Дальше. Я, значит, у меня была встреча со студентами Назарбаев университета. Вот. Это как бы элита наша считается, да, студенческая. Я у них спрашиваю, а вот как вы относитесь к этому творчеству? Ну, такой мониторинг делаешь же. Они говорят, да нет, это же отстой. Вот, мы не слушаем его. Дальше. Встречаясь со студентами Гумилев университета, опять задают тот же вопрос, опять нет. Понимаете? Поэтому, Динара, надо подумать, кто там сидит? Вот, кто там сидит? Там нет университета наших, да, студентов там нет, но кто там сидит? Вот. И когда я спросил своего сына, а кто там сидит? Он говорит, ну, это знаешь, как папа, это, как с автовокзала Саяхат и Сайран. То есть можно сказать, что Кайрат Нуртас это такой для вас тест? Да, это своеобразный тест, кто ты, какое отношение ты вообще, насколько ты интеллектуален, где ты находишься. Ты находишься в прогрессе или ты находишься в регрессе? Вот и все, и ответ у меня такой. Мне просто жалко этих людей, которые наполняют его залы. Понимаете, они не причастны к музыке. Они просто находятся в некоторой игре, которая называется бизнес-машина, понимаете? Они дают истоки, это значит, они дают как топливо для этой машины. Вот. Но, к сожалению, это не имеет никакого отношения к музыке. Вот и всего лишь. В 2006 году вас признали Человеком Года. Вас выбрали, да, вам дали премию Алтанадам. Да. Но при этом я знаю, что у вас нет еще звания заслуженный деятель Казахстана. Ну, понимаете, это тоже такая вещь. Ну, не до всех доходит, как бы, понимаете? Хотя многие артисты той же эстрады, которые поют и под фонограмму. У них это звание, да. Я так скажу, что вообще-то я не бегаю за званиями, понимаете? Мне достаточно, как бы, вот что-то показать. Вот 2-3 секунды своей музыки своей, да? Этого достаточно бывает. И, более того, я привык все-таки в цивилизованных странах работать, понимаете? Вот в Германии или в Англии, где не надо, где не говорит ни о чем ваше звание. Там нет таких званий. Они не знают. Вот. Но если я говорю, что я записывался 3 раза на студии Beatles Abbey Road в Лондоне, для них это сразу понятно. Кто я такой? Вот. Или я записывался на студии Sony BMG и так далее, и многих. Вот это. Или выступал в таких, как Carnegie Hall. Вот это звание. Вот это самая настоящая народная любовь и признание. Вот это. И более того, хочу сказать, что я всегда думал, что я, как бы, свой среди чужих, чужой среди своих, да? И вот раньше было такое небольшое неприятие или непонимание моего искусства. Но сейчас я могу сказать, что каждый, кто хотя бы чуть-чуть музыку знает, они знают меня. И надо сказать, что молодёжь знает и уважает моё творчество. Вот. Давайте к творчеству вернёмся. Давайте. Давайте. Вот я хочу сыграть на следующем музыкальном инструменте. Называется Сабазга. Это духовой инструмент. А какой это век? Знаете, это вообще-то доисторические времена. Вот. Что такое Сабазга? Это, допустим, это рост тростник на берегу озера. Подходит древний человек, срезает его. Так. Делает один, два, три, четыре отверстия. Вот. И выдувает звуки. Потому что, чтобы делать, допустим, кубыс или дамбру, это понятно. Там технология должна быть. Там есть корпус, струны, да. Здесь ничего нет. Это просто стебель. Это природный материал, да. Просто делаешь дырочки. И надо сказать, что это, наверное, является одним из самых первых вообще музыкальных инструментов мира. В том смысле, что есть флейтопана же. Да. Это является как... Это вообще номер, инструмент, number one. Вообще это в музыкальной культуре считается. И вот, number one в казахской музыкальной культуре, я считаю, что это особо зла. Ну, буду знать теперь. Да. Поэтому перенесемся в доисторические времена. Доисторические, хорошо. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я представляю, как с вами интересно жить. Как интересно жить в вашей семье. Ваша семья еще в Алма-Ате. Да, они в Алма-Ате. Они в Алма-Ате. Я кочевник. Я как бы добровольно принял на себя именно образ жизни кочевничьей. Поэтому, если я сейчас был в Алма-Ате какое-то время, сейчас я в Астане. Ну, вот насколько вас хватает? На какой период времени, чтобы вам не срываться? Не срываться. Ну, обычно я так говорю так. Две ночи, и я уже должен на пути быть. Ну, вообще-то это так. Это мой идеал, который мне нравится. Почему? Потому что один-два дня, один-два концерта в одном месте. Все. Надо переезжать в другое место. И опять концерт. И опять новые впечатления. И опять новые люди. Вы же объездили весь мир. Скажите, где вы себя чувствовали очень комфортно? Я хочу сказать, что если кто-то мирит архитектурными сооружениями, истории и так далее, для меня немножко критерии другие. Для меня самое главное – это благодарный зритель. Вот. И номер один для меня является – это немцы. Германия – это самая благодатная сцена. Допустим, для моего творчества. Я очень много там выступаю, даю концерты. И там приходит очень много людей. А казахи среди них есть? Конечно, да. В то же время наши соплеменники, да, они приходят и тоже удивляются, что, оказывается, у казахов есть, кроме дамбры, и такие еще музыкальные инструменты. А вот когда вы путешествуете по миру, вот вы ездите с командой, или живут вы все-таки в одиночку? Ну, так получается, я такой, как это, я люблю модульными делами, да, как бы двигаться. Я не могу сказать, что всегда я один, но в то же время я и не выступаю всегда с командой какой-то конкретно. Но в то же время, когда крупные, как бы, вот такие проекты спят какое-то время, находятся в процессе развития там каком-то, да, я в этот момент… Начинаете самостоятельно. Да, я сам не сплю, главное, вот, и это моя особенность, я даже вообще не даю никому спать, начиная с утра с барабана, начиная барабан, который сейчас я осваиваю, играю и говорю, оян, казах, оян, оян, казах, оян, не спи, казах. Интересно, но долго ли вас хватит в этом общежитии? Это не от меня зависит, Нинара, это не от меня зависит. Да, это акима, видимо, нашего города, который выделяет квартиры. Кстати, вот что касается нашего акима, я знаю, что этот диск вы выпустили благодаря иманголиту Смагомбетову. Да, это диск… Это говорит о чем? О том, что вы с ним дружите. Ну, слово «дружить», наверное, это будет очень громко сказано, но это человек, которого я очень уважаю, который всегда оказывал всяческое содействие в моем творчестве. В частности, вот этот диск, называется «Булбулзаман», он выпущен на студии «Абби Роуд», это знаменитая студия «Битлз» в Лондоне. То есть наш аким, получается, проспонсировал вашу поиску в Лондон? Да, он проспонсировал именно запись этого диска. Более того, после этого, когда было десятилетие нашей столицы, он проспонсировал даже выпуск одной книги, которую я написал. Скажите, а вот эти диски где можно купить? Эти диски можно купить в «Меломане». До сих пор продаются? То есть они периодически, получается, перевыпускаются? Да, перевыпускаются. Вы зарабатываете хорошие деньги? Я так скажу, что хорошие деньги, наверное, нельзя сказать, потому что у нас есть пиратство, вы сами знаете, вот наш бич. Поэтому в основном, если люди имеют, почему-то они все-таки берут через интернет. Скачивают. Скачивают, да. 21 век. Да, поэтому мы много зарабатывать не можем просто. Просто это сейчас понятно уже. Потому что, в принципе, это очень дорогой диск. Я хочу сказать, что вот этот диск я даже недавно видел в «Урумчи». Понимаете? Вот. Копию, наверное, увидели. Да, я там видел копию. Копию, да? Копию. Вы как дочь и габбана. Знаете, когда-то зашли в Гуанчжоу в собственный магазин и их выгнали. Сказали «но копии». Да. Там стоят копии вот эти. Вот эти, да. Представляете. Ну, вы знаете, это говорит о вашей популярности. Ну, да. Причины, с одной стороны, это так оно и есть. Да, вот что касается заработка, да? То есть, вы выпускаете диски, вы работаете. Вы хорошо зарабатываете? Знаете, вообще, такой вопрос немножко, он считается не совсем корректным. Да. В этой студии. Да. Но, пометуя нашу давнюю дружбу, Динара, я, конечно, отвечу. Я просто не жалуюсь, в принципе, у меня как бы все, что есть для современного человека, есть. Вот. Тем более, ну, понимаете, я же все-таки не в данной истории, это все Алмата. Поэтому у меня все, что если ты есть, это оно в Алмате. А сейчас я живу в общежитии, еще раз я вам говорю. Сейчас, то есть, вы, может, как говорится, начинаете с нуля. Да. Я начинаю с нуля, да. Поэтому мне это очень нравится. Знаете, Динара, еще один из, хочу поделиться секретом. Таким небольшим. Есть несколько секретов. Но один из них, нельзя долго находиться в зоне комфорта. Если ты будешь долго там находиться, ты заснешь, ты погрязнешь и уже никогда не вылезешь из этого болота, который называется комфорт. Я понимаю, что это... То есть, вы намеренно входите в зону дискомфорта? Да, да. Я намеренно нахожусь с дискомфортом. Более того, для меня он не дискомфортен. То есть, там вы, наоборот, можете заняться творчеством. Да, я занимаюсь творчеством. Потом, мы же кочевники, я еще раз говорю. Для нас вообще по природе это очень даже... Мы должны быть... Главное, мы должны быть с природой. Вот это самое главное. Комфорт, это не самое важное. Давайте я вам наливку мыслящу и задам вам политический вопрос. Отлично. Смотрите, вы переехали в Астану. Астана, это все-таки город политический. Да. И, наверняка, вас скоро пригласят вступить в партию. Например, Нур-Отан. Пойдете? Ой, Динара, какой у вас вопрос? Это вопрос? Что я могу сказать? Вообще-то, я с недавних времен уже являюсь членом партии Нур-Отан. У вас уже... Ну да, вообще, в принципе, я запоздала с вопросом. Если вы с осенью живете, а когда вы успели вступить? А почему? Потому что наш уважаемый ректор Айман Кужебековна, она является, насколько я знаю, она член полицовета партии Нур-Отан. И, как бы, люди, которые работают с нашим уважаемым ректором, должны разделять, в том числе, и ее политические взгляды. Но это все добровольно. Ну, конечно, это добровольно. И, ну, если ты разделяешь что-то, нельзя же быть наполовину чем-то. Вот, надо быть полностью. Вот. Поэтому, когда мне предложил это предложение, я долго не сомневался. Ну, сейчас вы себя чувствуете таким же востребованным, как, допустим, в 2006 году? Ну, понимаете, в 2006 году тогда была траектория вообще нашего государства даже другая. Понимаете, там была экономическая ситуация другая в 2006 году, если подумать. Это был до мирового кризиса. Сейчас мы находимся, я точно знаю, у нас сейчас идет, как бы, он, кризис, он идет, и он у нас тоже есть. Я это просто ощущаю своей шкурой, так скажем. Вот. Я думаю, другие тоже это ощущают. Мы же все, как бы, находимся в этом потоке, мы не отвлечены от этого. Мы все связаны и с политикой, и с экономикой. Вот. Поэтому, конечно, шестой год, это, можно сказать, это годы такого, знаете, золотого такого, ну, золотая эпоха, можно сказать, да. Там люди были другие, они навстречу тебе шли, они не считали там чего-то, да. Но сейчас уже более экономного, так скажем, распределения средств. Поэтому сейчас и кооперативов мало. А если проводятся даже какие-то юбилеи или что-то, разве можно сравнить после шестого года? Да нет, конечно. Сейчас гораздо все скромнее делается. Поэтому я могу так сказать, словами экономики, конечно, нет. Шестой год, это было, это именно было до эпохи. Вот Астана, мне очень нравится этот город, он очень целеустремленный, энергичные люди здесь. Я знаю, здесь будет, нас ждет очень хорошее, большое будущее. Вот я хочу пожелать народу Казахстана, кроме того, что я сказал, что надо слушать музыку хорошую, надо сознательно слушать эту музыку. Не просто это мусор, как бы, это не есть какой-то фон, а это серьезное занятие. Вот, особенно молодежь, чтобы они это слушали, потому что они должны воспитывать в себе дух, вот, великий дух своей нации, быть оптимистами, быть целеустремленными, всегда равняться на высокие какие-то образцы и музыки, и пускай будет это не только музыка. И я хочу сказать, что наш Казахстан, это мы и древние нации, древнейшие истории, но в то же время мы движемся в современное время, и мы являемся, я точно знаю, что Казахстан, это вообще, казахи, это высокоинтеллектуальное общество. Я хочу, чтобы это общество, это время наступило, как можно раньше. Я верю вашим прогнозам, я уверена, так же, как и вы, что нас ждет только светлое будущее. Мы уже живем в хорошем настоящем, да, но нас ждет еще светлое будущее. Спасибо вам большое, я напоминаю, вы смотрели программу «Статус-Ко», и сегодня у меня в гостях был Едель Хусаинов. Я присоединяюсь ко всем сказанным словам нашего музыканта и желаю всем счастья, благосостояния и богатого Дастерхана, как у нас сегодня в студии. Спасибо большое, но у Росмирама Тволсон.